Всем привет, ребята! С вами Вета, и вы смотрите уже 19 серию Бесконечного Лета. Мы продолжаем проходить рут Лены, и у нас с вами шестой день. Лена, как вы помним из прошлой серии, у нас куда-то пропала, и мы пока не знаем, что можно с этим сделать и где вообще ее искать. Ну, да ладно, посмотрим, что же будет дальше. Столовая была битком. Похоже, лагерь потихонечку выходил из утренней депрессии. Это мы уже на обед пришли, если я правильно помню. Может быть, тому способствовало солнце, выглянувшее из-за туч, а может, еще что-то, что я пропустил, гоняясь за электроником. Свободными оказались только места за столиком, где сидели Ульяна и Алиса. Собравшись силами, я направился к ним. Поесть-то все же было необходимо. Можно? Садись уж. А чего такой хмурый? Ты-то веселая чересчур. Равновесие энергии во вселенной восстанавливаю. Ульянка захихикала. Как ни странно, девочки не обращали на меня никакого внимания и разговаривали о своем. Сначала я подумал, что это и хорошо, но потом мне начало казаться, что они просто не замечают меня. Кстати, а где Лена? За всеми своими мыслями я совсем забыл о ней. Не знаю. Россияно ответила Алиса. Что, она так и не появлялась? Как видишь. Я кинул взглядом в столовую, но нигде ее не увидел. Никто о ней ничего не слышал? Нет. А вам это не кажется странным? А что странного? Может, зачиталась, может, спит, может, еще что. Ты ее с собой не путаешь? Да и тебе-то какое дело? Раздраженно вставила Алиса. Ну, если человек пропал. Когда Шурик исчез? Ты что-то так не волновался. Это другое дело. Да? И почему же? Я не нашелся, что ответить, и несколько секунд отсутствующим взглядом просто смотрел на Алису, а потом икнулся к себе в тарелку. Она не стала допутываться. Обед был закончен. Я молча встал и, не прощаясь, вышел из столовой. Значит, Лена пропала. И что мне теперь делать? С другой стороны, а почему я должен что-то делать? Именно я. Где я? Почему? Кто все эти люди? Ведь нельзя же точно быть уверенным, что Лена так им кажется. Может, всего этого вообще не существует. Зачем тогда переживать? Впрочем, сейчас Лена для меня была Леной. Именно той скромной, тихой девочкой, которую я встретил в первый день. И даже все ее странности в поведении не могли повлиять на мои окне отношения. В конце концов, не факт, что и я все еще существую. Так что пока этот мир логичен, хотя бы в какой-то мере, надо играть по его законам. Я быстрыми шагами направился к домику вожатой. Зайдя внутрь, я увидела Ольгу Дмитриевну, которая лежала на кровати и читала книжку. Вы не знаете, где Лена? Нет. А что такое? Ее с утра нигде нет, и не было на завтраке, и не было на обеде. И? Она не понимая, что посмотрела на меня. Что и? Когда Шурик пропал, вы весь лагерь на уши поставили уже с утра. Я тебя не понимаю. Похоже, с вожатой опять творилось что-то странное. Она вела себя абсолютно необъяснимо, нелогично. То есть это нормально? И где тогда она сейчас? Не знаю. Спокойно ответила Ольга Дмитриевна. Это уже переходит все границы. Я начала выходить из себя. Спросил Мику. Она и ее соседка все-таки. Вот просто браво. Почему Семен сам не мог до этого додуматься, когда встретился с Мику возле столовой в прошлой серии? Да, я до сих пор это помню. Да, идея хорошая. Тем более, что с детьми явно ничего не добиться. Я вышел на улицу, громко хлопнув дверью, и направился искать домик Мику и Лены. Хорошо, что девочка-оркестр рассказала мне в свое время, где живет. Поэтому буквально через минуту я уже стояла возле двери их жилища. Надо было постучаться, но рука у меня почему-то не поднималась. Сделав несколько глубоких выдохов и вдохов, я аккуратно ударил в дверь несколько раз. Войдите. Послушался знакомый голос. Привет, а ты не знаешь, где Лена? Нет, не видела ее сегодня. А ты к ней, да? И тебе не кажется это странным? В тот момент я начала подозревать всех обитателей лагеря в сокрытии информации о местоположении Лены. В заговорах, в причастности к моему появлению здесь, в убийстве Кеннеди, в сотне еще более ужасных вещей. Ну, знаешь, может быть, я подумала, что она ушла куда-то, а потом как-то забегала, завтрак, музыкальный крыжок, помогала убираться, а потом обед, а потом, а потом... Хорошо, понятно. А вчера все было нормально? Ну, она пришла поздно и сразу легла спать. Я даже как-то ничего такого и не заметила. Похоже, здесь мне тоже ничего не светит. Спасибо. Коротко бросил я и вышел. Сейчас мне казалось, что пропавшая Лена единственный живой человек среди этой стаи говорящих манекенов. И я обязательно должен был ее найти. Однако одному это было сделать почти нереально, поэтому я отправился за помощью. А кто мне поможет охотнее всего? Конечно же, Славя. Я решил, что она вполне может в такое время заниматься уборкой чего-нибудь, например, площади. Туда я и направился. Мое шестое чувство не подвело. Привет. Привет. А ты Лену не видела? Нет. А что? Ее с утра нигде нет. Не было на завтраке, не было на обеде. Странно. Вот и я думаю, что, мягко говоря, странно. Поможешь мне ее найти? Ой, извини. Может, попозже? А то у меня тут уборка. Меня словно молния ударила. Я сделал несколько неуклюжих шагов назад и бросился бежать прочь от этого места. Нет, это была не Славя. Ее как будто подменили. Как и всех обитателей этого лагеря. Что же происходит? И что самое странное, все это связано не со мной, а с Леной. Может быть, она тоже сюда попала, так же, как и я. Точно. Поэтому она большую часть времени ведет себя так тихо. Хотя, постойте. А знакомство с Алисой? Нет, что-то тут не сходится. Моя голова была готова взорваться, и я начал задыхаться. Отдышавшись, я гляделся по сторонам и обнаружил себя на автобусной остановке. Сел на бордюр и закрыл лицо руками. Если раньше от меня ничего не зависело, однако все хотя бы шло относительно безопасно, то теперь я, как и прежде, бессилен. Но ситуация в корне изменилась. Наблюдать битву со стороны без угрозы для своей жизни и оказаться в самом ее центре и не в силах помочь своим – это две большие разницы. Я просто сидел. Время шло, солнце начало клониться к закату. Наверное, уже начался ужин. Хотя, какая разница, есть все равно совершенно не хочется. Я встала на ватных ногах, поплелся назад в лагерь. Остается только ждать, как и всегда. Я решил сходить на пляж. Пока все на ужине, там можно спокойно посидеть и подумать. Хотя, о чем еще думать? Сколько можно? Однако, моим ожиданиям не суждено было оправдаться. На пляже я встретил Женю, чему сильно удивился. А ты тоже сюда ходишь? Она внимательно посмотрела на меня из-под очков. Я что, не человек, по-твоему? Я не это имел в виду. А что тогда? Ничего. Кстати, а ты Лену не видела? Нет. Ясно. А зачем она тебе? Ну, ее никто не видел с прошлой ночи. Думаешь, в этом лагере можно потеряться? Она громко рассмеялась. Шурик же потерялся. Это отдельный разговор. Эти два брата-акробата на что угодно способны. Я сразу вспомнил утренний случай. Скажи, а почему ты сегодня за электроником бегала? Женя смутилась. Тебе какое дело? Просто спросил. Потому что он дурак. После этих слов она отвернулась. Может, не стоит к нему так критично относиться? Я ее сам не понимала. То ли защищаю электронику, то ли просто поддерживаю разговор. А как еще-то? Ну, дать ему шанс. Все же на такой поступок нужно немало смелости, знаешь ли. Ты говоришь это так? Будто это что-то такое особенное. Подвиг какой-то. Сам бы не смог, что ли? Я задумывался и ответил не сразу. Не знаю. Пока подходящего момента не было. Желаю, чтобы он вскоре тебе представился. Сказала Женя грубо и пошла в сторону столовой. Я уселся на песок и задумался. Действительно, электроник смог. А смогу ли я? Это вопрос. Большой вопрос. Если представиться случай. Но какой и когда? Всегда легче рассуждать о чем-то эфемерном. Подготовиться к десятку возможных вариантов. Присчитать по ним развитие событий на много ходов вперед. Но в итоге зачастую все идет по-другому. Достаточно небольшой мелочи, чтобы порушить все твои планы. И если ты не готов сделать это вообще всегда, при любых условиях, а только когда все садится именно так, как ты рассчитывал, то вряд ли получится что-то путное. Поэтому единственным правильным ответом на вопрос Жени было нет. Не однозначная, не безапелляционная, не осуждающая, не лишающая права выбора. Просто нет. Есть просто да и просто нет. Мне всегда тяжело было это понять. Между двумя крайностями у меня существовало огромное количество наверное, может быть, возможно если и прочих. Не уверен, но постараюсь. За этими мыслями я не заметил, как на лагерь спустилась ночь. При других обстоятельствах я бы сейчас пошел спать. Но искать длинную ночью тоже идея не лучшая. Я встала медленно поплесся, куда глаза глядят. Вскоре дорога вывела меня на спортивную площадку. Постояв с минуту, я уже собрался уходить, как вдруг услышал какие-то звуки. Хлопок. Еще хлопок. Что-то до боли знакомое. Я побежал в сторону волейбольной площадки. Увидел там Лену, которая безуспешно пыталась попасть ракеткой по валанчику. В оцепенении я стоял довольно долго. В голове было совершенно пусто. Я просто смотрел на нее и испытывал чувство радости. Радости, что она нашлась. Радости, что снова вижу ее. Наконец я пришел в себя и решил подойти. Но сделав пару шагов, остановился. А что ей сказать? Хорошо, что ты нашлась. Где ты пропадала? Я волновался. После вчерашнего разговора вряд ли она очень хочет меня видеть. Если Лена спросит, почему я ее искал? Почему волновался? Я ведь и сам не знаю почему. Наверное, потому что ее долго не было. Может быть быть на ее месте другой и любой знакомый человек, я бы беспокоился точно так же. Возможно, если бы я вчера повел себя по-другому, то сегодня она бы и не исчезала. Не уверен, но постараюсь придумать что-нибудь адекватное. Я сделал еще шаг и вновь остановился. Наверное, может быть, возможно, не уверен. Опять и опять эти слова появляются в моей голове, в моей жизни. Неосознанно, без моей воли. Но зачем и почему? Надо принять решение раз и навсегда. Хотя, есть же два простых слова, да и нет. Наконец-то все прояснилось. Я вошел на площадку, подошел к Лене, улыбнулся и сказал. Привет. Она обернулась и пристально посмотрела на меня. Привет. Тебя везде не было? Да, я гуляла. Все это она говорила совершенно спокойным тоном. Ни тени смущения или робости. Вообще никаких эмоций, если точнее. Мы за тебя волновались. Хотя на самом деле волновался только я. Не стоило. Но как же? Нельзя вот так пропадать. Я попытался улыбнуться, чтобы мои слова не звучали как укор. Не думаю, что это действительно кого-то волнует. Меня волнует, например. Почему? В ее глазах читалось удивление. Потому что... Потому что это неправильно. Как я не старался быть до конца откровенным, на деле выходила не очень. А, вот как. Хорошо. Больше не буду. Похоже, этот разговор ее мало интересовал. Наступило молчание. Я просто не знала, что еще сказать. О Лене, кажется, было неплохо и в тишине. Получается... Наконец произнес я, показывая на ракетку. Не очень. Хочешь я? Не надо. Она подошла к скамейке и положила на нее ракетку и валанчик. Ладно. По правде говоря, я не ожидала такого ответа. Хочешь, вместе посмотрим на звезды? Да, конечно. Я сел рядом с ней. Лена пристально изучала небо. Множество маленьких огоньков. Какие-то ярче, какие-то еле заметны. Сияли надо мной. Я никогда толком не понимал, что люди находят в том, чтобы вот так просто сидеть и смотреть на звезды. Ведь здесь, на земле, это просто маленькие светящиеся точки. И вряд ли много кто знает, что это за небесные тела, каковы их размеры, на каком они расстоянии от нас. Просто наслаждаться светом далеких звезд. Конечно, романтично, но для меня это было сродни разглядыванию кирпичной стены. Там тоже свои выбоины, неровности кладки, узоры на камне. Звездное небо в миниатюре. И что ты там видишь? Звезды. Загадочно сказала она, не опуская головы. Это я понимаю, я их тоже вижу. Но что в них такого особенного? Не знаю. Кажется, что они разговаривают со мной. Там же тоже есть люди, у них своя жизнь. Наверное, куда лучше, чем у нас. И они тоже вот так вот смотрят на небо и видят землю. Меня, тебя. Голоса далеких звезд. Где-то я уже это слышал. Кстати, что у Лены с большим пальцем? Я извиняюсь. И с ногой тоже. У нее она какая-то уж больно жирная, на мой взгляд, по сравнению с этой. Сюда, кстати, очень была бы в тему. Картинка, помните, такая со звездом небом очень красивая. Она, по-моему, в Ротиславе точно была. И где-то еще, вдруг. Я вот не помню где. Можно и так назвать. Интересная теория. Да нет, теория весьма обычная. Лена посмотрела на меня. В тусклом лунном свете я заметил маленькую слезинку, катящуюся у нее по щеке. Или мне просто показалось. Наверное, я просто более земной, что ли, человек. Она ничего не ответила. Лишь вновь уставилась на небо. Но если подумать, то, конечно, бескрайнее межзвездное пространство, миллионы планет, сотни галактик. Это завораживает. Мой голос звучал неестественно весело. Тебе совсем не нужно все это говорить. Ты о чем? Об этом. Обо всем. Нет, просто звезды, это действительно красиво. Зачем ты пришел? Вот теперь она уже совершенно точно плакала. Я... Я... Искал тебя. Зачем? Не знаю зачем. Просто искал. Нашел. Доволен? Ну... Промыщал я. Почему ты к Алисе не пошел? При чем тут она? Скажи, что ни при чем. Да, скажу, что ни при чем. Зачем ты опять эту тему поднимаешь? Мне казалось, мы все уже выяснили. Конечно же, мы ничегошеньки не выяснили. Даже не начинали, если быть точным. Правда, я совершенно не понимала, зачем все это нужно. Как будто мне очень хочется. Ну, раз не хочется, то зачем? Потому что... Потому что... Это из-за тебя. Что из-за меня? Ты и Алиса. Что я, Алиса? У меня с ней нет не то, что каких-то там отношений. У нас вообще ничего общего нет. Не ври. Тихо всхлипывая, Лена отвернулась. И почему ей так это важно? Ну, что я тебе еще могу сказать, если ты мне не веришь? Скажи правду. Я уже сказал. Тогда иди к ней. Зачем мне идти к ней? Не хочу я никуда идти. Зачем ты сидишь тут и мучаешь меня? Да господи, чем я тебя мучаю-то? Лена ничего не ответила. Я искал тебя весь день, потому что волновался. Пришел сюда, потому что ты здесь. Сижу тут, потому что хочу быть тут. Что непонятного-то? Она на минуту перестала плакать. Это правда? Конечно. Я тебе не безразлична. Даже с учетом того, что я только что сказала, этот вопрос прозвучал для меня неожиданно. Ну, да. Слышал бы ты сам себя сейчас. Вскрикнула она, встала и быстрым шагом направилась к выходу с площадки. Подожди. Я догнал ее, схватил за руку, но она вырвалась. Не трогай. Да, сейчас Лена была сама на себя не похожа. И нельзя сказать, что она была какой-то агрессивной, уверенной в себе или сверхволевой. Просто она не сомневалась в том, что делает. Подожди. Что я такого сказала? Ведь это все правда. Ей будешь лапшу на уши вешать. Я еще раз попыталась остановить Лену, но она посмотрела на меня так, что спорить я не решился. А ты представь, каково мне. Ты напридумывала каких-то глупостей, уверилась в них и теперь считаешь меня виноватым во всех смертных грехах. И какая тебе разница? Есть разница. Она остановилась на секунду и пристально посмотрела на меня. Все это ложь. Я со злостью ударился лбом о железный столб. Можешь хоть расшибиться тут. Да, за последнее время я видел Лену какой угодно, но не безжалостной и безразличной. Подожди, давай спокойно поговорим. Нам не о чем разговаривать. Она шла по футбольному полю, а я плелся сзади, тщетно пытаясь уговорить ее выслушать меня. Даже не знаю, зачем мне все это. Чтобы доказать, что я прав. Чтобы меня не понимали неправильно. Чтобы выглядеть лучше в ее глазах. Или есть какая-то еще причина. В любом случае, в тот момент я просто чувствовала, что это необходимо. Мы вышли на площадь. Лена шла довольно быстро, я еле успевала за ней. Надо было что-то сказать. В голове крутились десятки вариантов, но ни одного подходящего. Подожди! Нет ответа. Послушай! Нет ответа. Да прекратишь ты! Нет ответа. Так весь лагерь перебудем. И что? Какая разница? Странно, но сейчас я больше волновался о приличиях, чем Лена. Она остановилась. Спасибо, что проводил. Дальше я сама. Едко сказала Лена. Ты так меня и не выслушала. А по-моему, все я выслушала. И не один раз. Тогда что же ты от меня хочешь? Я от тебя совершенно ничего. Ее голос звучал куда увереннее моего. А во взгляде не было и тени сомнения. Что мне сказать? Что мне сделать? А, черт. Я начал рвать на себе волосы. Не надо так реагировать. Ничего не случилось. Не случилось? Еще как случилось. Ты ничего не потеряешь, если не будешь обращать на меня внимание. Это уж позволь мне решать. Нет, серьезно. Зачем? Есть много вариантов более приятного времяпрепровождения. Да и мне, по правде говоря, это совсем не нужно. Если тебе это не нужно, то зачем постоянно упоминать Алису? Ой, дурак. Лена переменилась в лице. Это не твое дело, понятно? Нет уж. Теперь уже мое. Она смотрела на меня так, будто готова была убить. Что ты ко мне пристал? У тебя есть она. Вот и иди к ней. Она не откажет. Я тебя уверяю. Лена сорвалась на крик. Ее волосы растрепались. Лицо покраснело. А глаза налились кровью. Не пойду я к ней. Успокойся. С чего ты вообще это взяла? Вот сейчас я стою здесь. Я никуда не собираюсь. Кажется, она немного успокоилась. А что здесь происходит? Я обернулся и увидел Алису, лениво жующую булочку. Не в то время, не в том месте. Это как раз про нашу ситуацию. Я просто замер от неожиданности, не знаю, что сказать. Но Лена оказалась более сообразительной. Сдаюсь рук на руки. Принимай. Алиса выглядела удивленной. Не будрено. Она же не слышала всего нашего разговора. Чего? Принимай, говорю. Лена вмиг стала прежней. Спокойной и невозмутимой. Что принимать? Его. Она обрезгливо показала пальцем на меня. Он мне тут все жалуется, как тебя любит, как не может без тебя жить. И все в таком духе. Что? Алиса выпучила глаза от удивления. Да нет, все совсем не так. Лена просто пошутила. Я нервно захихикал. Почему же? Все именно так. Слушай, всему есть предел. Тихо сказал я ей. Хочешь, чтобы были жертвы? Зачем? Я тебе давно предлагала идти к ней. Не знаю, о чем вы тут, но меня сюда не приплетайте. Не знаешь? Лена сказала это тихо, но в ее голосе прозвучали нотки ярости. Опять за свое? Алиса испуганно посмотрела на нее. Слушай, я понимаю, что ты это... Но я честно ни словом не мыслю по отношению к нему. Клянусь. Не знаешь? Лена подскочила к ней и быстрее, чем я успела помниться, влепила Алисе мощный хук справа. Ща будет мясо. Ах да, оно уже началось. Нет, пощечину я бы еще понял, но таким ударом можно и челюсть сломать. Алиса упала и, похоже, потеряла сознание. Как же поступить мне? Ну и так, поскольку все-таки у нас концовка хорошая, то в данном случае надо выбрать действие помочь Алисе. Да-да, именно это, а не какое-либо другое. Ты что делаешь? Я подбежал к ближайшей девочке и попытался понять, жива ли она вообще. Ты вообще из ума выжила? Если хочешь, чтобы я ушел, замолчал, да что угодно, хорошо. Но это уже просто дурдом какой-то. Может, тебе всмелительную рубашку надо, чтобы еще кого не покалечила? Лена стояла и сжимала свой кулак. Да, таким ударом можно и себе руку сломать. Ты... Ты... Ты же ничего не понимаешь! Слезы хлынули речом из-за глаз, и она бросилась попроще с площади. Пока я приводил в чувство Алису, мне еще долго казалось, что я слышу рыдания Лены. Наконец, она пришла в себя. Кстати, одна из этих самых картинок была у нас, получается, в плохой концовке Алисы, причем именно на стриме. То есть, мне казалось, когда я ее проходила сама, такой картинки не было. А на стриме она была, я четко помню. И что она там забыла, до сих пор не понимаю. Жива? Все нормально? Алиса подвигла челюсть улево-вправо. Жить буду. Я помог ей подняться. Я же тебе говорила насчет нее. Ладно, сейчас не до этого. Тебе бы в медпункт. Да какой медпункт в такое время? Отосплюсь, завтра схожу. Ладно, тогда я провожу тебя. Не откажусь. Ответила Алиса, селись улыбнуться. Всю дорогу мы молчали. Она, наверное, была не особо в состоянии говорить, а мне просто не приходило в голову, что сказать. Все это для меня стало настоящим потрясением. Я оказался простым зрителем драмов, который только что был главным героем. Когда за Алисой захопнулась дверь, я еще долго стоял и смотрел на ее домик. Мне кажется, или я опять вижу вот здесь вот котика. Кто тоже видит котика, ставьте лайк. И что мне делать после всего этого? Усталость одолевала. Необходимо было поспать. В конце концов, Лена сейчас в таком состоянии, что вряд ли способна адекватно оценивать действительность. Совершенно разбитый, я повалился на кровать и моментально заснул. День седьмой, да? День седьмой. И грустная наша Леночка. Почему-то я проснулся в своей квартире. Это не вызвало у меня совершенно никаких эмоций. Очередной день моей жизни, не более того. Я встал с кровати и подошел к компьютеру. На панели задач мигало окно сообщений. Я сел и уставился в монитор. Кто-то мне написал, значит я кому-то еще нужен. В сообщении было всего одно слово. Проснись. Что они от меня хотят? Какой-то неизвестный ID. Может это спам? И что это значит? Проснись. Я же уже не сплю. Окно почему-то продолжало мигать. Я попытался закрыть его, но ничего не вышло. Более того, появилось еще одно. И еще. И еще. И везде одно и то же. Проснись. Да что вам от меня надо? Закричал я. Вскоре весь монитор пестрел одинаковым сообщением. Я не выдержал, схватил его и со всей силы швырнул об стену. Зазвонил телефон. Странно, но кто бы это мог быть? Я взял трубку и услышал только «Проснись». На том конце кричали тысячи голосов. Мужские, женские, детские. Проснись! Я в бешенстве разбил телефон об пол, но он не разлетелся на куске, а продолжал звонить. Через секунду вся комната наполнилась незнакомыми людьми. Они хватали меня за руки, заглядывали в глаза и кричали, кричали «Проснись!». Я вскочил с кровати, обливаясь холодным потом. Ну и приснится же такое. Через пару минут я все-таки пришел в себя и посмотрел на часы. Пять вечера. Сколько же я спал! В голове принеслись события вчерашнего дня. Поиски Лены, тяжелый разговор, поверженная Алиса. Надо все-таки поговорить с ней. Может, за ночь она немного успокоилась? Я оделся и вышел из домика. Постоял некоторое время в нерешительности, собираясь с мыслями, и направился к домику Лены. Что же сказать? Как начать разговор? Нельзя же просто мямлить. Привет, как дела? А, я тут мимо проходил. Отчитывать ее сходу тоже неправильно. Так и не приняв конкретного решения, я постучал. Никто не ответил. Я постучал еще раз, а затем дернул ручку в двери. Не заперто, странно. Однако внутри никого не было. Ну что же, значит Лены здесь нет. Тогда пойду поем. Может, в столовой ее найду. Проходя между рядами домиков, я не встретил ни одного пионера. Странно, в такое время здесь всегда многолюдно. Не было никого и на площади. Выйдя к столовой, я уже начал серьезно волноваться. Время к ужину, толпы голодных пионеров не видать. Но если бы только это... Столовая была закрыта. Похоже, днем что-то случилось. Я сел на крыльцо и начала обдумывать ситуацию. Все пионеры куда-то исчезли. Совершенно внезапно. Да, конечно, сам этот лагерь, то, как я сюда попал, не назовешь нормальным. Но все же за эту неделю я не сталкивалась с какими-то уж совсем необъяснимыми явлениями. Было много странного, но... Может, они все в бункере сидят в том? Успыхнулся я вслух. Хотя все это, мягко говоря, загадочно. Я был далек от панических настроений. Нет, они просто уехали. Я аж подскочила от неожиданности. Рядом со мной стояла Лена. Ты... Ты... Нельзя так подкрадываться. Заикой на всю жизнь останешься после такого. Извини, спокойно сказала она. И тут для меня начали доходить ее слова. Уехали. Подожди-ка, подожди. Что значит уехали? Смена закончилась. А вожатая? У нее какие-то дела в городе. Поехала с ними. Хорошо. А ты? А я осталась. Лена говорила настолько невозмутимым тоном, как будто все произошедшее совершенно обыденное будничное явление. Как? Почему? Что непонятного? Когда смена в лагере заканчивается, дети раздражаются по домам. Разве не так? И когда стало известно, что сегодня последний день? В первый же день. Не поверишь. Тем более, Ольга Дмитриевна на линейке говорила. Да, даже на тех линейках, на которых я был, последнее, что мне приходило в голову, это слушать объявления о вожатой. Почему мне тогда никто ничего не сказал? Я так давно ждал шанса выбраться из этого чертового лагеря. И когда он наконец представился, я все банально проспал. Что же, вполне в моем стиле. Я попросила. Даже если ты и просила, то Ольга... Стой, что? Я попросила. Все так же невозмутимо ответила Лена. И что, ты попросила, и меня оставили? Да. А ты не находишь, что все это несколько... Абсолютно неправильно! Сорвался я на крик. Да нет, вполне нормально. Я внимательно посмотрела на Лену. На ее лице за все время нашего разговора не промелькнуло ни единой эмоции. Кажется, сейчас передо мной стоит совсем не та девочка, которая боится кузнечиков, краснеет при каждом слове и читает любовные романы. Ладно, я все понял. Похоже, эта ситуация напрямую связана с моим попаданием в этот лагерь. Кто ты? Я с утра вроде Лены была, ответила она невозмутимо. Ага, хорошо. А я, Оптимус Прайм, родился 9 миллионов лет назад в горах Шотландии. Я совершенно не боялся ее и всего происходящего со мной в данную минуту. Меня лишь раздирала изнутри злость. Очень приятно. А я Лена. Ладно, давай теперь серьезно. Я считаю, что то, что ты говоришь, просто невозможно. Сегодня, оказывается, последний день, о чем я почему-то не сном не духом, вожатый уже отмести со всеми, оставив меня по твоей просьбе здесь. Это как-то все ненормально, не думаешь? Может быть и так. Или ты что-то недоговариваешь. Может и недоговариваю. Тогда давай рассказывай все как есть. Я уже рассказала. Я закрыл лицо руками и глубоко вздохнул. Хорошо. И что в этой ситуации прикажешь мне делать? Не знаю. А сама что собираешься? Не знаю. По обстоятельствам. Так вот тебе обстоятельства эти. Прошипел я, резко разведя руки в стороны. А чего ты так переживаешь? Впервые за все время на ее лице промелькнула заинтересованность. А что мне радоваться надо? Нет, наверное, но ты же сам этого хотел. Я? Ты бредишь. А кто вчера говорил, что ему не все равно, что он хочет быть со мной? Это тут при чем? Я сделал вид, что не понял, но для меня, кажется, стало доходить к чему она клонит. При том. Да, конечно. Прогубнил я себе под нос. Ну, вот я с тобой. Все равно это никак не объясняет то, что произошло. Всегда есть приемы, с помощью которых можно добиться своего. И ты вот так вот. Да. На ее лице примыкнула улыбка. Эх, знал бы я с самого начала, что ты такая коварная. По правде говоря, вся эта ситуация мне отчасти нравилась. Даже не нравилась, была интересна. Конечно, я очень жалела, что не смог уехать вместе со всеми, но зато теперь я один на один с Леной. Может быть, смогу видеть ее настоящую? Да, ответы, которые я так долго искала, вполне могут быть здесь, а не в каком-то таинственном городе, куда уехали остальные. Хорошо, и что нам все-таки делать? Нам. Она улыбнулась. Да, нам. Мы же вдвоем остались. Столовая закрыта, и не факт, что там есть продукты. Конечно, Ольга Дмитриевна должна вернуться в обозримом будущем, но... Да какая разница? Хорошо, разницы нет. Твои предложения? А тебе что хочется? Лукао спросила она. Я бы поел. Потом не знаю. Ну, пойдем поедим. Куда? У меня в домике кое-что должно оставаться. Хорошо, давай так. Когда мы зашли внутрь, Лена начала рыться в ящике стола. Вот, печенье есть. Будешь? Она протянула мне открытую пачку юбилейного. Как мило, сиязвил я. Что именно? Печенье. Как в детстве. Пожалуй, да. Она улыбнулась и села рядом. Ну, спросила я с набитым ртом. Что? Так что будем делать? Не знаю. Она мечтательно уставилась в окно. А что тебе хочется? Мне? А ведь действительно, что мне хочется? Наверное, еще полчаса назад единственная моя мысль была, как выбраться из этого чертового лагеря. Но сейчас здесь, рядом с ней, похоже, что-то изменилось. Ну, я даже не знаю. Подумай посерьезнее. Она приблизилась и заглянула мне в глаза. Да я, знаешь... Кажется, лицо пылало, а мысли путались. И не только потому, что я была в такой опасной близости от девочки, которой совершенно явно от меня что-то надо, но главным образом потому, что этой девочкой была Лена. «Ну?» Она внимательно посмотрела на меня. «Лена, я...» «Что?» Сказать, что она была не похожа на себя, значило бы не сказать ничего. Хотя меня совсем не пугала такая метаморфоза, скорее я боялся себя. Того, что могу сделать. «Я...» «Ты же хотел быть со мной?» Томно шепнула она мне на ухо. «Хотел. То есть и сейчас хочу?» «Так в чем тогда проблема?» «Понимаешь, все так сразу. Да у меня есть свои обстоятельства. Какие же?» Она отодвинулась от меня. «Ну...» «Разные?» «Ты же не...» Лена рассмеялась. «Нет, нет, как ты могла подумать?» Похоже, я покраснела еще больше. «Так в чем тогда проблема?» «Ты уверена, что хочешь этого?» Я пыталась любыми способами как-то сменить тему. В конце концов, еще неделю назад у меня была своя обычная жизнь, в которой все было строго расписано и разложено по полочкам, и не было места девушкам. А теперь я в непонятном пионерлагере, а рядом со мной Лена, которая недвусмысленно на что-то намекает. «Как же вести себя в такой ситуации?» «Да...» Нахмурилась она. «Хочу. В чем проблема?» «Просто у меня...» Я вел себя так, как будто мне даже не 17 лет, на которые я выглядела, а гораздо меньше. «И у меня...» Она улыбнулась. Надо было решить, что делать дальше. После того, как смена закончилась, и пионеры уехали, надо было искать ответы. В конце концов, надо было просто опасаться этой девочки, которая так легко способна менять свое поведение и даже характер. Но в тот момент меня присудовала лишь одна мысль. А какого черта? Если ты не против... Ну, а что будет дальше? Мы с вами узнаем уже в следующей серии. Следующая серия, скорее всего, уже приведет нас к хорошей концовке Лены. Ну, а дальше мы уже посмотрим, что и как. Если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем счастливо! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...